Осенью этого года Магнитогорский педагогический колледж отметит 90-летний юбилей со дня своего основания. Несмотря на солидный возраст, МПК и сегодня остается знаковым образовательным учреждением, поставщиком столь необходимых педагогических кадров. Накануне в стенах колледжа состоялись два события, заглавленных одинаково, навстречу юбилею. Как лекция по медиации плавно перетекла в заседание попечительского совета в сюжете Игоря Гурьянова. Актовый зал педколледжа присутствуют все специальности. Заявленная тема «Медиация актуальна как никогда». Если не вдаваться в риторику и не скатываться в стиль бизнес-коучинга, то медиация – это умение досудебного решения конфликтов. Если шире, то наука о предотвращении конфликтов как таковых, в самом широком их понимании. Чем не тема для будущих педагогов, если учесть, что образовательный процесс априори заполнен этими конфликтами между учениками, учениками и учителями, учителями и родителями, родителями между собой. Как избежать противоречий? Что делать, чтобы погасить ужигающий костер непонимания? Перед студентами выступили специалисты своего дела, психологи и уже признанные в Магнитогорске мастера медиации из лиги профессионалов. Нам необходимо всем понимать, как нужно выходить из конфликтов. То есть из конфликтов можно выйти дракой, а можно выйти и не дракой. И причем выйти победителем каждому. Этому именно им учит медиация. Для того, чтобы каждый пришел, стороны конфликта пришли даже не к компромиссу, а к консенсусу. Именно этому учит медиация. И обучаться этому можно с самого маленького возраста. Некоторые из участников этой встречи были замечены на другом мероприятии, состоявшемся также в стенах Петколледжа. Заседание попечительского совета колледжа и одноименного благотворительного фонда, который возглавляет заслуженный экономист России Николай Даниленко. Главная цель и совета, и фонда – финансовая прозрачность добровольных пожертвований. На заседании самым подробным образом были рассмотрены все статьи расходов, источники доходов благотворительного фонда. А присутствие на заседании попечительского совета председателя общественной палаты Владимира Зяблицева служило своеобразной гарантией того, что финансы Петколледжа и впредь будут под неусыпным контролем общественности. Особенно если учесть роль общественной палаты в появлении фонда как такового. Создание в форме юридического лица – это хороший положительный результат. Почему? Потому что в первую очередь появляется независимость, во вторую появляется прозрачность поступающих от родителей денежных средств. Кроме того, непосредственно они появили возможность получать самостоятельно на этот благотворительный фонд гранты. Ведь если любой фонд будет не в форме юридического лица, то, соответственно, участвовать в грантовой системе невозможно. Уже сегодня заметно, Магнитогорский педагогический колледж принимает все более активное участие в общественной жизни города. То ли еще будет, ведь большой юбилей только предстоит. Игорь Гурьянов, Виктор Исаев, Телекомпания ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова